Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Когда я выкладывала статьи о том и видеоролики свои о том, как вырастить очень много рассады без, не имея теплицы, вот в холодных, в необогреваемых тоннелях, многие заинтересовались этим. И сейчас у меня приходят вопросы, когда я начинаю и как узнать, что когда нужно сеять, все сейчас я вам расскажу, как я высчитываю. Вот смотрите, раз я буду сеять в лотки и пикировать потом сразу в грунт, сразу в грунт, значит мне нужно высчитать такой срок, чтобы мне не посеять рано, чтобы рассада сильно не разрасталась, я всегда делаю в лотке, она у меня ровно месяц. Месяц до пикировки я ее держу дома. Значит мне нужно сеять за месяц, до того дня, когда я буду высаживать в тоннели, в открытый грунт, без подогрева. Но как узнать, в какой день я смогу высадить? Потому что год на год не приходится, и я всегда смотрю ориентировочные прогнозы на месяц. Конечно, потом будут какие-то подвижки влево-вправо, там на несколько градусов больше, на несколько градусов меньше, но вот эти ориентировочные прогнозы, они мне помогают на протяжении многих-многих лет. Вот, беру в поисковике погода на месяц в Бийске, вы вбиваете свой город и смотрю. Вот сегодня вторник, минус 9 ночью. И смотрю все дни, среда минус 8, минус 1, там минус 5, минус 4, пошел апрель уже, минус 6, минус 7. Вы видите, что у нас стоит стойкий минус по ночам. Кончился март, начался апрель, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, ночью минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Значит, продвигаемся, продвигаемся дальше, ни в один из этих дней, конечно, ни о какой высадке не может быть и речи. Вот дошли мы до 16, 17 и 18. Вы видите, как ночная температура начала меняться понемножечку. Вот минус 1, и первый раз за все это время появилась температура плюс 2. Значит, раньше, 19 апреля, высадить я не смогу. Это уже точно, но это надо быть совсем наиглупейшим человеком, чтобы, посмотрев, что ночью будет минус 7, минус 5, стойкий минус, ковыряться там в земле. Я же выбираю такой момент, чтобы было теплое окно. В течение 3-4 дней был плюс и ночью, и днем, чтобы земля в эти дни прогрелась. Можно даже будет пленку настелить на грядку. Она еще сильнее прогреется. Нужно, чтобы 10-15 сантиметров грунта были теплыми, верхние. Там внизу еще, возможно, даже будет замерзшая земля на расстоянии 15-20 сантиметров. Неважно. Главное, чтобы прогрелся верхний слой. 10-15 сантиметров сеянется. Он крошечный маленький. Он 5-7 сантиметров мы всего заглубляем. 10-15 сантиметров прогреется. Будет теплая земля. Все будет нормально. Но пока минус ночной, никакая земля у нас, конечно, не прогреется. Значит, до 19 апреля даже дергаться не стоит. Не будет никакой высадки в тоннеле. Обычно высаживаю 23-25-27 апреля. И в течение месяца до 25-27 мая она вырастает. К началу июня рассада уже за месяц вот в этих тоннелях она очень хорошо разрастается и становится готовой и для реализации, и для высадки в собственный огород. Ну вот я посмотрела на месяц. Это я так вот теперь буду через день-два поглядывать, как дальше тут вот на месяц пойдет 20-е, 21-е, 22-е. Но я смотрела краткосрочный прогноз на два месяца. Там я уже посмотрела, что вот с этого числа, с 18-го, 19-го апреля пойдет плюсовая температура ночная. И днем будет 15-20-25. Вот это вот самое будет удачное, вот это теплое окно, когда я буду высаживать. Значит, раньше 20-го садить я не буду. И теперь я вот буду каждый день быть наготове. Или я буду сеять 23-го, или 24-го, или 25-го вот эти массовые посевы. Мне нужно будет собраться и 2-3 дня полностью засеять все эти лотки, которые я буду высаживать в тоннеле. Ну, примерно 6 тысяч семян, 6-8. Буду сеять, потом покажу. Но пока что я вижу, что ровно через месяц я высадить не смогу, еще рано. Значит, подождем еще 2-3 дня. У меня все, земля готова, семена готовы. Я сама сижу на чемоданчике. Как только увижу плюсовые ночные температуры, через месяц, ровно через 30 дней, в тот же день я начну сеять. До свидания. Надеюсь, те, кто интересовался этим вопросом, понял, как я высчитываю и когда я буду сеять. Даже если прогноз потом немного изменится, но если вот тут в долгосрочном указано, что плюс 7, плюс 10 ночью, там в течение недели, пусть он даже будет ниже на 2 градуса, но нам он подойдет. Мы пленкой все закроем, закутаем, закопаем, они там уже не замерзнут. Нам главное 2-3 дня вырвать у природы теплых, когда не будет минуса. Потом, когда рассада укоренится, она минус переживает нормально. До свидания. С вами была Ольга Чернова и о том, как выбрать дату для массовых посевов с последующим выращиванием в неотапливаемых тоннелях.